Сегодня уже третье заседание суда. Прошлое закончилось тем, что семья Валентир должна доказать. Квартира, куда их переселяют, с дефектами. Пришлось сделать экспертизу за свой счёт. Специалист осмотрел фасад, подвал и саму квартиру. Одно из замечаний – вздувшиеся обои. Связывают это с сыростью, которая идёт из подвала. Дождь давно не было, а вода в подвале. Вода на 10 сантиметров. ИСЦ настаивают на том, что в заключении инженера нет санитарно-технических нарушений. Присутствуют незначительные недочёты. Например, обои – это недостаток косметического ремонта, который легко устранить. Представители мэрии не разрешают снимать себя на суде, поэтому в нашем распоряжении только аудиозапись. Мы представили материалы гражданского дела, доводы управляющей компанией. Они поясняют, что люди обращаются. Значит, все эти недостатки в процессе эксплуатации дома устраняются. Санитарно-техническое состояние дома, оно соответствует предъявляемым законодательским требованиям. И там комиссия на государственном уровне, представленные все документы, подписанты имеют соответствующие полномочия. Ответчице удалось пообщаться с жителями дома в оргтруде. Нина Валентир сделала вывод о том, что проблем много. И из месяца в месяц ничего не меняется. Я имела счастье туда поездить в оргтруде несколько раз, пообщаться с соседями. И что хочу сказать, что не устраняют все те проблемы дома, никто не устраняет. Не хочет переезжать в предлагаемый дом Нина Валентир и по семейным обстоятельствам. У ее мамы серьезные заболевания. Если что случится, дочь боится, что медпомощь может не успеть. Там есть своя, одна карета скорой помощи. Соответственно, один фельдшер на ней работает. И дождаться она говорит иногда больше суток. Это секретарь главврача говорила. Соответственно, мы, по большей части, скорую ждем из Владимира. Судья назначила дату нового заседания на 28 сентября. За это время семье Валентир нужно будет снова осмотреть квартиру и подвал. На этот раз вместе с представителями мэрии, застройщиком и управляющей компанией. Сейчас привлекли в качестве третьего лица застройщика, значит, управляющую компанию. Соответственно, вопросы появились к застройщику по качеству дома и по устранению недостатков. К управляющей компании, которая тоже за этим не следит. И когда у нас администрация кричит о том, что в этом доме живут люди, там заселено только 10% дома. И то люди, которые просто были вынуждены, извиняюсь, бесхребетно взять, принять этот дом, потому что у них просто не было выхода. Нина Валентир настроена решительно. Вместе с другими жителями дома женщина планирует написать коллективную жалобу в прокуратуру. Александра Маркина и Евгений Адамов.